С начала года нарушители правил продажи алкогольной продукции оштрафованы на общую сумму около миллиона рублей. Отдельные предприниматели привлекались к административной ответственности более десяти раз подряд. Подробности у Зульфии Фарвазовой. Получается у нее раз, два, три, еще четыре производства осталось и погашено уже у вас. Это кадры очередного рейда судебных приставов и сотрудников полиции. Владелец одного из маленьких магазинов города задолжал более 400 тысяч рублей за нарушение правил продажи алкогольной продукции. И таких предпринимателей в Муравленко несколько. Некоторые из них привлекались к ответственности более десяти раз. На сегодняшний день за нарушения такие было привлечено 74 лица. То есть из них привлечено к административной ответственности по статье 14.16 части 3 40 предпринимателей. И привлечено 34 продавца по статье 14.2. В Муравленко, как и на всем Ямале, продажа алкоголя запрещена с 22 до 10 часов. Существуют еще и дополнительные ограничения. В рамках действующего законодательства органы местного самоуправления наделены полномочиями вводить отдельные ограничения в период проведения праздников массовых мероприятий. Здесь каждый муниципалитет выбирает себе самостоятельно эти дни. В нашем городе таких праздников 11. И в настоящее время у нас было ограничение введено последнее. Это день выпускной бал. Следующее такое большое ограничение – это день физкультурника. Чаще всего нарушители антиалкогольного закона в Муравленко выявляют именно в праздничные дни. И, как правило, в небольших торговых точках. С начала года на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 912 тысяч рублей. Взыскано более 650 тысяч. Зачастую все предприниматели, скажем, все лица, которые привлекались к административной ответственности, они не имеют действующей лицензии на осуществление ограниченной продажи алкогольной продукции. И в большей части, конечно, это правонарушение, которое связано с продажей пива, на которое лицензия не нужна. За неоднократное нарушение правил продажи спиртных напитков на предпринимателей Муравленко с начала года завели три уголовных дела. Жители города просят сообщать о фактах нарушения антиалкогольного законодательства в дежурную часть полиции по телефону 02-21-059. Зульфия Фарвазова, Петр Хаджаев, Антон Иванов. Новости Муравленко.